Подробности через несколько минут, а прямо сейчас выжженные души, война, которая режет по-живому, оставляя шрамы. Новый документальный фильм «Шов психолог на войне» об участниках боевых действий на Донбассе набирает тысячи просмотров в интернете. Его главный герой – украинский психолог, офицер-разведчик Олег Бернихин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писатель специально летит в прифронтовой Харьков, где вместе со своими украинскими коллегами, слушая исповедь бойцов, проживает все ужасы войны. Это другое отношение к смерти, потому что был близко, неоднократно возле нее. Если меня завтра не станет, то это нормально. Нету разрыва между жизнью и смертью. С Игорем Померанцевым мы встречаемся на неделе, говорим о том, как снимался фильм, о ранах, что зарубцуются, о швах, которые затянутся, и о боли. Она останется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Главный вопрос, и у меня, и наверняка у зрителей. Почему вы решили снять фильм о военных психологах? Для вас это способ получить очередную порцию информации о войне на Донбассе? Или понять войну как таковую? Несколько причин. Я имею прямое отношение к Украине. Я вырос в Черновцах. Я жил в Киеве. Мой сын родился в Киеве. Я отношусь к событиям эмоционально. Я бы даже сказал, может быть, и воспаленно. Для меня эта война просто проходит по моему сердцу. Например, мы снимали в госпитале военном. И вот я тогда впервые подумал, что все-таки искусство, культура, она погружает, как-то так воровито свою руку в открытую рану. В фильме есть фрагменты, которые, я признаюсь, лично пересматривал несколько раз. И один из таких фрагментов я хочу показать. Это когда военный психолог говорит, что он делает, когда вспоминает о своей семье. Давайте посмотрим. Кадр такой, где из гильз, которые еще раскаленные, еще фиолетовые, выложены «Я тебя люблю». Я своей жене сфотографировал, а отослать не смогу. То есть что получается? Тот, кто еще вчера думал, что вот он видит свою жену, своих детей, проводит с ними время, засыпает вместе и так будет всегда, сегодня он понимает, что нет, у него фактически новая жизнь началась. И это ломает людей, это меняет их, это полностью форматирует всю повестку дня. А у вас лично вопрос, когда вы вернулись домой в Прагу, вспомните, что первое было, что вы сказали своим родным? Вы знаете, так случилось по стечению обстоятельств, что я встретил в Харькове своего сына. Для меня это было большое событие. Я понял, что мы с сыном участвуем в войне и что мы на одной стороне. Благодаря этому фильму я еще острее понял, что война – это не просто убийство, это не просто стрельба. Война еще, она сносит голову, происходит колоссальная инфляция ценностей, человеческая жизнь превращается в ноль. И это меняет психологию человека, особенно человека, который побывал на передовой, который видел своими глазами смерть. В фильме психолог говорит, что война приводит к не менее чувств. Причем констатирует это как врач, как вот факт неоспоримый. Давайте посмотрим фрагменты. Я увидел выползающего человека из посадки, который только что ушел, смеялся рядом. Он выползал, он был весь в крови, из него у него со рта ишла кровь, у него было и отверстие от осколка ниже носа. И человек теряет в этот момент на моих глазах сознание. Не чувство жалости, не чувство какого-то вот желания его что-то ему срочно сделать, чтобы его помочь. Вот абсолютная холоднокровие, а не менее вот. Понимаю. И вот с этим онемением бойцы возвращаются домой. В Украине, по вашим ощущениям, для них какая-то есть системная реабилитация или нет? К сожалению, должен констатировать, что вот психологи, с которыми я говорил, это просто герои-одиночки. Это их личный выбор. Ну, видите, Украина – это такая культура, где общество играет гораздо большую роль и серьезную роль, нежели государство. Поэтому в Украине вся надежда на волонтеров. Их более миллиона человек. Знаете, их победить невозможно. Я очень благодарен режиссеру Лидии Стародубцевой. Она, кстати, доктор философских наук и кинорежиссер. Я благодарен редактору монтажа Максу Головачеву. И я очень благодарен выдающемуся московскому композитору Александру Бакши, который позволил нам использовать его музыку. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили.